Прибывающие в пространство Большого театра готовились к тому, что увидят на малой сцене опыса современных драматургов нашего времени, плод творческих лабораторий, в которых эскизы иногда вливаются в собственные спектакли. Аксакал Камаловский «Азгар Шакиров» окунулся в историю, взятую из драматических моментов, истории одной современной женщины. Именно новое поколение драматургов, которые пришли в театр, три драматурга, это считаю огромнейшим достижением. Так надо работать молодыми драматургами. Я таких ролей вообще не играл, но наши театры таких ролей не играли. В этом отношении для меня будет это огромный экзамен. В спектакле Фариду Бекчентаеву «Туман» Азгар Шакиров играет деда, соседа главной героини, да еще с нетрадиционной ориентацией. Такого действительно здесь не было. Воздух, театральная свобода и вседозволенности обозначил и свой модуль поведения в замкнутом пространстве отдельно взятого театра, рок-группы, дефиле, хендмейт и фудкорт. Наверное, выработается и модель поведения в предлагаемых обстоятельствах, пока еще все в стадии рассмотрения. Очень крутой эксперимент. Это хайп для нашего театра. Я думаю, что это будет не первый и не последний такой проект. В первую очередь, главная цель данного проекта, где три спектакля, два антракта. Во время антрактов у нас будет мероприятие музыкальное. Как вы видите, здесь у нас в стенах театр и выставки. И это все, естественно, сделано для молодежи. Три женщины-драматурга наших дней стали раздражителями и завоевательницами нового видения и современного национального материала, а также летописцами истории. По крайней мере, такие вторники в альтернативном движении, возможно, станут и предметом разговора, и средством для большего привлечения в театр. Молодежь с молодежью, они как-то зрители, с артистами соприкоснулись, что-то почувствовали через эти спектакли. Дмитрий Пияваров, Роман Фенин, Телеканал Эфир.